привет вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно коллеги меня слышно супер возможно какая-то задержка видео трансляции либо в звуке в любом случае мы начинаем меня зовут суходов алексей я член общего управления sky world community и два раза в неделю я провожу обзорные вебинары которые показывают то что происходит внутри проекта то что происходит снаружи в тех областях тех направлениях которые касаются направления которые мы привлекаем инвестиции и собственно нашей компании sky world community который является достаточно мощной сейчас я бы сказал социально-финансовой платформы кстати я могу сказать что достаточно много предложений и обращений по поводу сотрудничества со sky world community но естественно фокус всегда был и будет сохраняться только на венчурной технологии транспорта нового поколения инфраструктуры и вообще то что касается программы эко мир то есть если создаются какие-то продукты то они все равно должны играть единые логики и и здесь каждое направление оно должно быть составной частью того большого мира будущего которые мы с вами создаем и финансируем я это говорю не просто так потому что на самом деле многие спрашивают и меня и других членов правления sky world community почему вы если такая классная крутая социально-финансовая платформа не привлекаете инвестиции другие направления на самом деле ответ очень простой потому что только в это направление мы готовы максимально фокусировать и ресурсы наших партнеров и свое внимание и в этом направлении мы уверены тоже максимально именно поэтому sky world community и является крупнейшей венчурной площадкой которая привлекает инвестиции по всему миру в юни sky stream technologies но я сразу же хочу напомнить сказать что это абсолютно не связанные компании в юридической структуре и примерно это можно сравнить как какой-то стартап будет привлекать инвестиции компания либо инвестировать компания естественно финансовые организации финансовые потоки они связаны с компанией только таким образом что привлекается инвестиции приобретаются на доли в нашем же случае это через схему конвертируемого займа но никак иначе и какой-либо связи ее нет но мы сделали правильный выбор на самом деле еще более шести лет назад евгений кудряшов непосредственно как создатель и руководитель фонда который перерастает сейчас такую глобальную мощную социально-финансовую платформу сделал абсолютно правильный выбор организовав на первых стадиях счет своего развития skyworld комьюнити после ребрендинга стал называться до этого по-другому называлась и сейчас эта компания является действительно самым главным инвестором технологию и унисская страны технологии здесь абсолютно стратегия выиграл выиграл потому что и нам партнером совладельцам инвестором в технологию в теории может очень сильно повезти когда кажется что мы привлекаем инвестиции сейчас технологию которая может пережить кризис и которая может стать основой для формирования новой независимой от геополитики независимой от каких-либо конкретных государства которые играют роли в современном мировом порядке чтобы действительно технология была нужна всем по миру и соответственно так же как дороги везде строились нет же конкретной страны где непостроены дороги даже самой неразвитой стране все равно транспортное направление развивается потому что это на самом деле артерии современной цивилизации и по ним движется кровь экономики и естественно без улучшения транспортной ситуации улучшения логистики может возникнуть застой и кризисы могут которые уже назрели экономически усугубиться если бы не было допустим Unisky Stream Technologies я бы даже не мог предположить что действительно сегодня может стать триггером к развитию и к формированию действительно новых экономик технологии Unisky Stream Technologies как я и говорил ранее неоднократно на своих вебинарах проходит ступенчато те сертификации которые необходимы и есть постоянный партнер компания ТИУВ это действительно лидер в этой отрасли по сертификатам соответствия качества и неоднократно тоже говорил что все требования закладываются с большим запасом чтобы далее сертифицировать при необходимых условиях необходимую технологию необходимые подвижные составы либо другие элементы транспортно-инфраструктурного комплекса и тут у меня как у инженера сомнений абсолютно нет потому что все новости которые публикует Unisky Stream Technologies на своих ресурсах по улучшениям технологии они намного опережают на самом деле те процессы сертификации и закладываются сверх требования по сравнению с тем что необходимо на самом деле для сертификации сейчас я могу сказать что в принципе уже не ограничивается абсолютно планами то что демонстрирует сейчас с делегацией первую трассу на 400 метров это совмещенная с упрощенной версией версии контейнерных перевозок контейнеровоза Yukon и пассажирских перевозок также таких вот на четырехместном подвижном составе то есть это первая демонстрация но делегация за делегацией которые приезжали приезжают и будут приезжать потому что естественно подобные технологии подобных решений в мире именно в качестве демонстрации а не просто каких-то картонных пластиковых образцов которые не функционируют нет вообще в мире и я могу сказать что сейчас очень интересный этап настает когда выставка экспо 2020 подходит к завершению то есть 31 марта она должна завершиться по планам и мне лично очень интересно сократится ли поток делегации либо он останется прежним предположение что может быть какое-то сокращение будет потому что определенный поток шел с экспо 2020 но делегации на самом деле на мой взгляд не сократятся потому что сейчас очень много стран проявляют интерес и многие задают вопрос к примеру по поводу того что приезжают делегации лишь и адресные проекты были озвучены что они есть предпроекты были оплачены но как будто далее в этой сфере новостей то и нет на самом деле с этим я поспорю потому что человеческая природа человеческая психология она привыкает ко всему и если в самом начале года ну и у меня тоже на самом деле такое ощущение в голове складывается я тоже подвержен и раздумиям и может быть каким-то анализу и я понимаю примерно что происходит в головах тех людей которые не настолько глубоко в проекте как я и вот то что было озвучено Анатолий Эдуардович в своем интервью в начале года о нем говорил то что уже в принципе подписаны предпроекты и оплачены по ряду проектов европейского направления по ряду проектов азиатского направления и естественно арабские страны и я всегда в своих вебинарах говорил о такой вехе как начало проекта что значит начало проекта начало проекта это значит когда во первых не будет никаких рисков озвучить этот проект и уже перейдет либо в стадию проектирования либо уже в стадию строительства и когда будут совершены предоплаты уже за сам проект как только это произойдет я еще раз повторю и готов повторить наверняка ситуация в текущем интересе тех людей которые ожидают может быть инвестировать не инвестировать я посмотрю еще я понаблюдаю в действительно крайне будет переломлено это мнение и закрыты все сомнения но как правило на таких стадиях уже возникает такой фом opportunity то есть синдром упущенной возможности и даже синдром упущенной возможности мы сейчас видим на некоторых рынках например валютных в первую очередь на территории российской федерации например то есть как у людей меняется мнение когда действительно цена либо повышается либо понижается но думать то нужно на самом деле когда это все находится на тех значениях на которых не возникает вот этой либо панической атаки покупать либо панической атаки продавать любой актив нужно действительно принимать решение задолго до вот этих движений общественности униска стран давно была включена уже в реестр добросовестных компаний беларуси исправно проводятся все необходимые аудиты и представлена максимальная прозрачность если говорить про делегации то я не буду останавливаться на тех делегациях о которых я уже говорил то есть это и различные промышленные предприятия как арабского региона так и европейского региона это также представители правительства естественно и европейского региона и латиноамериканского региона и предприниматели высокого класса и совершенно разных направлений ну я хотел бы остановиться например вот на истории с бразилией потому что история тянется на самом деле с 2018 года и еще ранее антолий эдуардович начинал взаимодействовать и общаться как результат мы видим что в принципе бразильский интерес он абсолютно не утолился и уже совершенно недавно приехали на территорию Юницкой на территорию центра Юницкой Stream Technologies в Шарже уже представители из более чем десяти городов Бразилии об этом я хотел бы сказать сделать акцент и действительно передать некую историческую значимость развития этих отношений то есть это уже фактически 15 городов здесь мэрия здесь предприниматели здесь президенты ассоциации различных муниципалитетов и ну действительно это очень мощная делегация они могли не приезжать в принципе если бы не представляла интересы но так как наверняка на экспо эта делегация приезжала то есть я не в курсе они с экспо приехали либо сами изъявили интерес но тем не менее я думаю что молва пошла определенная и все эти представители с удовольствием посетили центр Юницкой для того чтобы убедиться воочию и для того чтобы уже обсуждать конкретные проекты каждая делегация я могу сказать специалисты Юницкой Стрин технологии непосредственно если говорить направление презентационное маркетинговое в арабских эмиратах и компанию Юскай транспорт например которая в принципе отвечает за создание транспортно-инфраструктурных комплексов координацию всего этого процесса и активности взаимодействия с подрядчиками со строительными организациями чтобы все действительно реализовалось по срокам независимо от срывов поставщиков и здесь подходит очень серьезно к созданию презентации потому что каждая делегация изучается и естественно потенциальные проекты где-то в СМИ либо в закрытых предложениях они находятся и предварительно делаются презентации вот кстати пример что в 2018 году еще присутствовала делегация минимальная но также очень важная то есть это гражданский инженер консультант по устойчивости и коллаборации в правительственной области экс-мэр Маринги и мистер Родриго Сальвадори это предприниматель с Кампо Морао непосредственно вот они встречались в 2018 году с радостью также уже посетили думаю мягко говоря были шокированы тем что было развито всего за два года потому что за два года вообще в современных транспортных индустриях в принципе такие результаты не показывают то есть это создание подвижного состава с нуля это создание транспортно-инфраструктурного комплекса со своей системой автоматизированного управления со своими элементами анкерных опор промежуточных опор станций со своей системой диспетчеризации автоматического открытия закрытия дверей со своей системой безопасности со своей системой машинного зрения со своей системой очистки путей от песка от вредных абразивных смеси соединений и вот эти представители снова уже из уст Дениса Юницкого услышали информацию и презентацию о том что они еще в 2018 году не видели ну и соответственно также как я говорил была проработана определенная область потенциальных проектов и салом Гуэдосом это мэр Дорадоса и обсуждалась уже концепция связки проекта связки между муниципалитетами Дорадоса Маракаджу с портами в Парана и в порт Паранагава отметил естественно Алан Гвидос высокую степень подготовки к презентациям потому что в принципе ничего не планировалось обсуждать а здесь уже естественно представители компании в арабском регионе уже от Юниска Стрин Технологии сделали блестящую презентацию сразу заинтересовали мэра Дорадоса не все компании я могу уверить вас так делают то есть рабочей группе формируется некая система бюрократии то есть инициатива не везде проявляется это часто бывает именно на стадии стартапа и чем больше на стадии стартапа компания обретет проектов как сейчас например получает все больше и больше заинтересованности Юниска Стрин Технологии тем крупнее потенциал будущего также недавно в Юскай Центре были представители вьетнамской делегации то есть это достаточно тоже обширная делегация различные деловые круги здесь и предприниматели из пищевой отрасли из бизнес-отрасли из IT-отрасли многое-многое и конечно же Вьетнам всегда был флагманом в развитии и привлечении инвестиций в Юниска Стрин Технологии и нес определенную особенную энергетику потому что у вьетнамцев на самом деле очень важная составляющая является нематериальная мотивация то есть это то что на самом деле студента мотивирует например дойти до завершения обучения на каком-либо курсе это внутренняя мотивация это ощущение того что ты причастен к чему-то великому и ты просто желаешь помочь инженеру изобретателю в финансировании технологии так как это все равно повлияет и народ под частью которого ты являешься и на страну в которой ты живешь естественно там также обсуждались потенциальные проекты то есть соединение двух крупнейших городов этой страны Ханой и Хашимин многие в сети видели уже визуализации туристического направления и несмотря на то что там предполагался фуникулер я не исключаю что будет в этом проекте именно технология Unisky Stream Technologies но эту работу сейчас освещает Владимир Маслов и я думаю что он на своих вебинарах обязательно вам об этом всем расскажет также я хочу отметить что возобновился определенный спектр участия в выставках это тоже такой вот интересный нюанс потому что время сейчас непростое нестабильное и геополитические риски очень серьезные но тем не менее струнный транспорт представляется на выставке в Индии с 2023-2024-25 эта выставка имела место быть в Нью-Дели и я объясню почему на самом деле Unisky Stream Technologies далеко не только транспортные инфраструктурные комплексы это города нового типа это линейные города с умной инфраструктурой естественно с максимально оптимальной транспортно логистической областью с умным и нового типа сельским хозяйством и вообще как бы пешеходной доступностью я вам приведу такой пример возможно кому-то будет близким но я в недавнем времени ощутил полный комфорт и действительно вот как-то Анатолий Эдуардович в своих социальных сетях говорил что города подобного типа и вообще внедрение транспортно-инфраструктурных комплексов они повысят степень свободы каждого человека живущего на земле и пользу пользующегося этими услугами потому что на самом деле все будет под боком мой пример к примеру я начал ходить в спортзал недалеко от дома раньше ездил тратил 20-30 минут для посещения другого спортзала и я могу сказать что у меня примерно час освобождается этот час я направляю на еще более плодотворную работу но не только работу у меня освободилось потенциальное время потому что ранее я его тратил ранним утром причем еще до начала рабочего время у меня освободилось время пообщаться с женой за завтраком пообщаться например написать письма друзьям провести какие-то утренние ритуалы раньше я был в цейтноте потому что естественно я хотел себя поддерживать в хорошей форме сейчас у меня освободилось время и я считаю что в городах нового типа линейного типа будет появляться действительно многие многие часы которые ранее человек использовал для того чтобы перемещаться из точки а в точку б часто мы не можем совершать какую-то работу меня например укачивает когда я сижу за ноутбуком даже смотрю в телефон и здесь эта проблема решается естественно был огромный интерес но посмотрите насколько оптимально расходуется средства и вспомните стенды когда нам нужно было представить технологию почему нам потому что фонд sky world community тоже на тот момент представлял технологию я был на выставке railway в индонезии railway transport technologies если не ошибаюсь правильно помню и конечно же здесь могу сказать что молодцы те партнеры которые посетили причем без всяких слоганов мы уже из этого выросли я думаю все без всяких кричалок четко конструктивно подошли повышению насмотренности на технологию общения уже со специалистами которые находились на этом стенде не находились здесь представители топ-менеджмента я объясню тоже для чего происходит участие на этой выставке для пополнения базы лидов по адресным проектам потому что в индии струнные технологии прорабатывались в абсолютно полной мере и здесь я могу сказать так коллеги у нас в ютубе не меняется похоже слайды да если честно не понимаю почему не меняется иногда в ютубе здесь меняется в комнате коллеги супер ну тогда записи в любом случае можно будет посмотреть и уже с максимально современным уникальным логотипом в виде символичной буквы ю в которой заложен смысл на самом деле первого подвижного состава юнибайка тоже отчасти на фоне этой айдентики и с представителями я думаю уже нового поколения те кто продвигает выставки от с партнеры могли познакомиться те кто посетил эту выставку но это индусы я думаю больше своей части и конечно же деловые круги также были заинтересованы я думаю что это спровоцирует новый веер делегаций уже с индией с других стран азии для того чтобы посетить шаржу естественно шаржу для них посещать более понятно более безопасно и там они увидят приближение к своему климату если говорить про новости развития в шарже то здесь несмотря на сбои поставщиков несмотря на ограничение строительства всевозможные из-за отсутствия материалов которые банально не пришли вовремя все равно происходит строительство четвертой линии и так или иначе была установлена важнейшая часть транспортного комплекса это анкерный узел посмотрите его размер и это неспроста потому что естественно это тяжелая уже трасса то есть анкерный узел это тот элемент который и обезопасивает и пассажиров и перевозимые грузы от возможных каких-то неприятных ситуаций из-за недостатка в расчете к примеру и является основным элементом также анкерной опоры которая является одновременно и станции здесь я могу сказать уже все максимально и точно приближено к реальным условиям и все готовится для того чтобы большегрузные пассажирские перевозки большегрузные грузовые перевозки осуществлялись в ближайшее время когда будут натянуты струны потому что я предполагаю что юниконт и подвижные составы пассажирского исполнения уже давно спроектированы и здесь осталось натянуть струнную путевую структуру и начать пусконаладочные испытания вообще я могу сказать что несмотря на то что происходит вот такое серьезное движение проекта мы как скайволт комьюнити в плане сообщества я хотел бы остановиться на очень такой важной теме мы остались на уровне сообщества того далекого 2015 и 2016 годов и я не буду конкретики говорить но скажу одно что сообщества с помощью современных международных социальных механик и способов коммуникации эмоционального клея заинтересованности нашей общей для того чтобы продвигать сообщества все это будет использоваться также в sky world комьюнити я это говорю не просто так потому что сейчас уже определенные активности консультации берутся для того чтобы мы стали сообществом таким мощным как были сформированы определенные проекты так скажем я не привожу аналогию именно по похожести направлений по массовости по вирусности по обличению например проект Греты Тунберг на самом деле это не ее проект и не тема моего вебинара сегодняшнего раскрывать чей этот проект на самом деле на могу также отметить проект safe soil то есть спаси почву тоже там лицом является один из великих великих мыслителей современности йог но у меня тоже есть свои ощущения и свое понимание что здесь скорее всего есть публичные персоны есть определенная проработка и всегда мы задавались вопросом как настолько массово развиваются такие истории мы получили на это ответ и будем постепенно в течение нескольких месяцев я думаю изучать все подобные технологии все подобные методологии наш сектор методологии будет это впитывать и далее вы я думаю начнете все замечать различные активности внутри нашего сообщества то есть некоторые вещи мы будем делать вместе например собираться на страт сессии распределяться по сессионным залам в том же зуме и работать коллективно потому что нужно максимально повысить уровень не только обучения сообщества но и самого сообщества к этому выводу я пришел поняв изучив даже предварительно те технологии которые мы в этом году будем внедрять для того чтобы стать действительно комьюнити тем комьюнити которое заслуживает называться комьюнити планетарного масштаба потому что идея и вообще программы эко мир это достаточно общечеловеческое направление и технологии здесь нужно использовать очень серьезные как вам мысль вообще на самом деле потому что сообщество у нас развивалась каким-то образом с 2015 2016 годах и до вот этих черных лебедей мы сплотились мы смогли это пережить мы смогли это эмоционально друг другу помогать в каких-то трудностях были даже времена когда мы целым регионам целым странам помогали например после последствий того же наводнения во Вьетнаме это действительно такие вот исконные черты исконные черты сообщества взаимопомощи и таким сообществом мы и являемся на самом деле дорогие друзья сегодня я буду краток потому что предстоят еще следующие встречи сейчас очень напряженные на самом деле у нас расписание и направления которые будут также появляться в логике без смещения фокуса от Units Skystream Technologies мы о них ранее говорили это криптофиатная платежная система и сейчас все готовится для того чтобы представить этот продукт и многие-многие другие параллельные направления ну и что говорить про платформу обучения я про нее не говорю я про нее скажу когда уже следующую версию продукта мы доделаем конечно же все вы увидите в личных кабинетах бесплатную вводную ступень которая будет представлять систему для каждого нового партнера максимально удобную методологию максимальную внутреннюю мотивацию будет рождать для того чтобы совершить результат минимальный либо максимальный заложенный этой ступенью следующие ступени будут охватывать уже компетенции те или иные навыки как продаж так психологии так переговоров так и введение социальных сетей так и создание видеомонтажа так и нейролингвистического перепрограммирования и многое-многое другое что позволит вам добиваться результатов действительно намного быстрее чем это сделали многие кто был до вас то есть статусы которые можно было добиться к примеру за 2-3 месяца мы максимально попытаемся сократить в разы и это поможет естественно увеличивать общий результат основного продукта нашей компании это привлечение инвестиций в Unisky Stream Technologies дорогие друзья такие на сегодняшний день новости краткая информация от меня не буду вас задерживать отвечу буквально на 1-2 вопроса и мы будем прощаться так вот форма обучения где наши токены когда заработает коллеги по своему мнению по токенам я не раз высказывал позицию и вы прекрасно знаете что я этот открыто говорил на вебинарах что направление например svg токенов я не приобретал то есть я бы хотел приобретать эти токены когда проекты действительно будут находиться уже на стадии проектирования строительства и хотя бы первичная токенизация будет сделана время покажет правильное неправильное сделал но на самом деле все же те резервирование мест в логике токенизации в условиях применения в адресных проектов они были совершены и эти токены никуда не деваются о них можно задать вопросы непосредственно в компанию где эти токены выписывались так скажем ищу есть английское слово я могу сказать что ожидаю на самом деле запуска security направления security токена направления по нему до сих пор продолжается работа всех особенностей я не знаю потому что это закрытое направление и я например имею право и считаю нужно говорить про то что мы как skyworld комьюнити например от нас зависели бы процесс то есть если бы от нас зависели бы процессы была бы возложена задача например по токенизации в области применения адресных проектов и у нас были прописаны задачи то естественно по этому направлению я четко бы прослеживал развитие событий и мог ответить на все вопросы здесь я могу сказать только свое мнение обратный выкуп будет для тех кто инвестировал 2014-2015 год ну как ранее было сказано обратный выкуп предполагается теоретически но практически покажет уже только прибыль компании и решает об этом естественно руководство компании по поступающим потоком не от инвестиций а от внешних результатов факультативных проектов по проектированию например вы помните что электромобиль был запроектирован и разработан построен по заказу одной из российских компаний возможно от этого появятся ресурсы для совершения обратного выкупа так олег спрашивает прокатился на колесе олег я возможно вынужден вас расстроить но я нахожусь в россии уже достаточно долгое время и никуда сейчас не хотел бы даже была возможность выезжать потому что с утра до вечера мы как ключевые участники команды sky world community работаем над улучшением сервиса совершенно разных направлений в том числе я говорил ранее что будет формироваться внешний отдел продаж и над этим направлением мы тоже работаем чтобы не зависеть от партнеров полностью и помогать им в ресурсах именно традиционного выстраивания отдела продаж так сейчас я посмотрю youtube еще на комментарии так в youtube я не вижу почему то комментариев хорошо попробую скопировать в мессенджер и зайти с компьютера да вот здесь видны комментарии сейчас пробегусь так но есть вопросы которые не относятся к нашему фонду на них я отвечать не буду так как в принципе не смог бы ответить не в курсе об подобных ситуациях в чем суть происходящего если это будет как-то влиять затрагивать sky world community нужна и нужно будет наша позиция то я обязательно сообщу дорогие друзья на этом я завершаю вебинар благодарю вас за внимание сегодня кратко но вы знаете что по-разному бывает на наших вебинарах сегодня так до скорых встреч подставьте от 1 до 10 как вам информация на сегодняшнем вебинаре всем счастливо мы создаем будущее финансированного и с что вы с нам должен нам сделать и чтобы было и